здравствуйте приветствую нас на канале нотик сегодня мы рассмотрим производительный 14 дюймовый ультрабук от фирмы asus а именно zenbook rx 410 uf маленькие тонкие легкие производительный класс давайте посмотрим поближе корпус ноутбука целиком выполнен из алюминиевого сплава с концентрическими кругами все как обычно у asus zenbook кстати говоря на свету этот свет становится не серебристым а таким немного лиловым что ли очень прикольно то что меняет цвета в зависимости от освещения рабочая панель у нас тоже выполнена из алюминия соответственно но уже серебристого цвета есть как раз никаких метаморфоз по оттенку не происходит клавиатура лишь на цифрового блока что обычно для ноутбуков 14-дюймовый диагональю но включение находится здесь клавиатуру средний ход это кстати говоря видите 100 клавиатуру как у старых зонбуков то есть 16-18 году я помню такие выходили с маленькими очень маленькими стрелочками и таким уже повыше ходом чем они же чем сейчас выпускаются эти аппараты хорошо набирается принципе даже для игр подходит единственное что у этого есть будет к такая же болезнь что и у старых аппаратов она очень сильно прогибается и здесь можете увидеть у нашего сэмпла есть небольшой дефект она здесь немножко вспучено что тоже не очень классно но мы посмотрели коробки которые есть на складе там такой проблемы не возникало так вот клавиатура обычная хорошо нажимается отлично подходит для набора текста и имеет трех уровень диодную подсветку тачпад среднего размера отлично реагирует распринимает все необходимые жесты и нажимается внизу диагональ дисплея составляет 14 дюйма разрешение у нас здесь full hd покрытие антибликовая это IPS матрица с очень приличными углами обзора а также здесь очень неплохая яркость я ко мне комфортно было пользоваться на 80 процентах я очень чувствительны к этому параметру запас есть то есть между 80 процентами там значительная разница значит если вдруг вы сидите рядом с окном вам льется летний солнечный свет то до работать можно быть при стопроцентной яркости что касается звуковой подсистемы анализ по настроен специалистами с harman kardon она хорошая для таких ноутбуков принципе ничем отличается от любых других зенбуков вот не высшего звена а вот этих средних и низких ничего особенного нету но даже музыку слушать можно порты располагается по бокам этого ноутбука слева у нас usb 3.0 hdmi usb type-c с возможностью вывода изображения на внешний дисплей по протоколу дисплейпорт а также комбинируем аудио выход с другой стороны друзьям и 10 целых два порта usb 2.0 а также картридер толщина этого ноутбука составляет 1 сантиметр и 9 миллиметров а весит на 1 килограмм и 400 грамм в комплекте с ноутбуком идет чехольчик который он аккуратно помещается есть переходник с usb на rg45 для того чтобы подключаться к сети на работе а также если у вас вдруг старый монитор или вы пользуетесь каким-нибудь проектором то есть переходник с hdmi на vga на нашей конкретной модификации установлен 4 ядерный низковольтный процессор intel core i7 маркировка 8550 u штатная частота у которого 1.8 гигагерца также 8 гигабайт оперативной памяти есть ssd накопитель на 256 гигабайт и жесткий диск на терабайт дискретная видеокарта nvidia geforce mx130 двумя гигабайтами видеопамяти а также здесь установлена операционная система windows 10 professional гарантия от производителя один год этот ноутбук производителя не только на бумаге но и в реальной жизни я первым делом проверил на стресс-тестирование потому что я знаю как ультрабуки себя ведут стресс-тестах с дисковольтными процессорами и я был приятно удивлен без андерволтинга процессор выдает 2 и 2 гигагерца температура конечно запредельная ближе 90 градусов но он выдает больше своей штатной частоты это очень очень приятно сделаем андерволтинг что мы получаем мы получаем два с половиной 2 2 и 5 2 и 6 гигагерца процессор температура также ближе к 90 градусам что некомфортно но очень приятно что а 7 в таком маленьком корпусе может держать ну такие довольно серьезные частоты под стресс нагрузкой а значит что в реальных приложениях у вас будет частота значительно выше если вам нужно будет использовать только процессор то вы скорее всего увидите в среднем 3 и 4 3 и 3 гигагерца ну если будете заниматься рендерингом или какими подобными задачами в бетчмарках fire strike и superposition результаты получились не очень впечатляюще это все скорее всего из-за дискретной видеокарты которая здесь пускай и есть mx-130 но мы эту видеокарту уже до этого видели под под именами 840 и 940 mx ничего особенного здесь нету видеокарта уже который год на рынке и ее нельзя производительной это средняя мультимедийная видеокарта на которой тем не менее можно кое-какие игры поиграть например если вы любите танки то на средних настройках вполне сможете побегать даже поездить скорее в эту игру а также для вас открыто чудесный мир старых игр и чудесный мир инди разработок я недавно прошел south park the stick of truth на и третьем процессоре настроены графики получил массу удовольствия и это прекрасная игра всем рекомендую очень смешная третьей важной составляющей после габаритов и производительности для ультрабука является время автономной работы у меня он не очень много проработал автономно у меня получилось 6 плане часов при просмотре онлайн видео на ютюбе сбалансированном режиме питания и при 80 процентной яркости которая была наиболее комфортной для меня 6 плане часов не так уж много для ультрабука стоимостью почти 77 тысяч рублей но в принципе достаточно потому что здесь все-таки есть седьмой процессор и какая-никакая но дискретная видеокарта что же мы получаем за эти деньги мы получаем компактный ноутбук который мало весит у которого производительный процессор в неплохо тебе даже стресс-тест показал у которого установлена операционная система виду здесь professional которые стоят денег ну и в принципе все отлично с ним единственное что меня лично смутило это вот старая рабочая панель последний раз такую помню по наверно 2017 году была такая модель x330 который даже себе хотел свое время купить но вот к этим стрелочкам тяжеловато привыкнуть после новых которые уже похожи на маковские это наверное единственная такая серьезная претензия которую я могу вот этому ноутбуку сказать ах да чуть не забыл и дисплей здесь хороший пускай по яркости 80 процентов запасы все равно есть углы обзора хорошие и к нему придраться невозможно своих денег он точно стоит единственное что опять же мне понравился дисплей это вот угол раскрытия он мелковат для меня вот так вот работать ну можно только у меня стол чуть пониже и мне вот приходится опять вот так вот делать и это не очень комфортно я думаю большинству людей они просто даже внимание не обратят с этим я лично рекомендую этот ноутбук он неплохой большое спасибо за просмотр и до свидания спасибо за просмотр и до свидания